ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О других новостях расскажут журналисты телекомпании «Ригус» и я, Саина Бухаева. Здравствуйте, это «Восточный экспресс». Далее о главных темах выпуска. В микрорайоне Улан-Удэ, возможно, завелся эксгибиционист. О подробностях Александра Фишева. Республика в диалоге. Что такое центр управления регионами и как помогает людям решать проблемы? В систему погрузилась Ольга Арсунукаева. В объятиях теплого и снежного декабря, когда морозы придут в Бурятию, выясняла Елизавета Рябова. Эксгибиционист преследует детей в микрорайоне Заречный. Мужчину несколько раз видели возле школы. Только за последний месяц он напугал троих детей. Об этом нам сообщила мама одной из девочек и попросила предать дело огласке и предупредить других родителей о возможной опасности. Совершает ли это один и тот же человек? И возбудили ли уголовное дело? На место происшествия выезжала Александра Фишева. Моя подруга повернулась, увидела его, говорит, смотри. Я встала, повернулась и говорю, это кто? Она говорит, насильник. Александре всего 11. Около двух недель назад она увидела то, чего не должна была видеть. Об этом нам сообщила ее мама. Дочь рассказала ей о пугающем инциденте. Во время прогулки девочка и ее подруга встретили эксгибициониста. Мужчина следил за ними из магазина. Мы шли уже вот тут, по этой улице. Подходим уже до пешеходного перехода. И вот тут стоит вот этот мужчина и крутит своим. Машина нас не пропускает, а он приближается, приближается. Машина его, видимо, увидела. Она остановилась. Машина остановилась. Мы побежали. Этот мужчина не успел пробежать. По словам пострадавшей, если бы не преграды в виде пешеходного перехода и машин, то мужчина бы с легкостью схватил обеих девочек. Вот под этим мостом девочки и скрывались от мужчины. Затем они побежали на хорошо освещенную улицу. Это испугнуло мужчину. Александра рассказывает, видел этого подозрительного человека не впервые. Ранее он также следил за детьми через окна школы. У нас тут есть три окна в классе, четыре. Вижу, что мужчина смотрит в соседнее окно. И вот он как будто по рации говорят, что там охранники. И он там говорит только по телефону, как будто докладывает то, что в окне происходит. В девять часов мы вызвали полицию. Ну так как это была суббота или может с чем это связано, я не знаю. Никто к нам так и не приехал. У нас уже в чате некоторые родители отказываются водить детей, потому что встречать их некому, все работают. На этих выходных домогательством подверглась еще одна ученица той же школы. Мужчина на коленях подполз к девочке и залез под куртку. Ребенок не растерялся и убежал. Следственный комитет не отрицает. Это может быть один и тот же человек. Уголовное дело уже завели. У него брови чуть-чуть, ближе к глазам. Он низкого роста. Может быть у него волосы черные, но я точно не знаю, может у него шапка черная была. На нем была одета синяя куртка, штаны, ботинки и шапка черная. А национальность какая у него? Русская. Дело по данному инциденту сегодня передали в Следственный комитет. Специалисты осмотрят место происшествия вместе с мамой и самой девочкой. Александра Фишева, Александр Тябинов, телекомпания «Аригус». Продолжим. Жалобы горожан оцифровывают. Почти год этим занимается Центр управления регионом. Система ищет негативные отзывы и собирает их в отдельный файл. Что с ними происходит дальше и какую роль играют специалисты? Детали изучила Ольга Арсенукаева. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Доржиев. Алексей Доржиев, руководитель Центра управления регионом по Республике Бурятия. И сейчас я проведу вам короткую экскурсию. Здесь у нас отдел аналитики. Можем спросить у девушки? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы сейчас отвечаете на какой-то вопрос? Анна Лосева, специалист по обучению Центра управления регионом по Республике Бурятия. Сейчас я занимаюсь обучением, то есть вставляю запросы на обучение, как вести социальные сети, отвечать на комментарии в социальных сетях. А обучение для кого? Для специалистов госслужащих. У нас есть много администраций, которые ведут социальные сети. Спрашивают, как пользоваться ТикТоком. Насчет ТикТока пока не было таких вопросов. То есть мы пока занимаемся социальными сетями ВКонтакте, самый основной, Инстаграм и Одноклассники. Здесь у нас находятся специалисты, которые работают непосредственно с обращениями граждан. Это у нас старший специалист. Зорик Циринджапов, руководитель отдела Центра управления регионом. Мы работаем с системой инцидент-менеджмент. То есть это система занимается выявлением сообщений, комментариев. То есть, например, если кто-то напишет, вот у нас в поселье очень скользкие дороги, то есть система это вычленит? По факту да. Если человек хочет гарантированно быть услышанным, то лучше всего писать в пабликах органов местного управления. На этой плазме отображается недельная статистика вопросов, которые поступают в обработку. Мы видим, чаще люди интересуются ситуацией по коронавирусу и вакцинации. Около 400 вопросов. На втором месте социальное обслуживание и защита. Люди спрашивают, как получить льготы или подать заявление. И дальше по убывающий, общественный транспорт, безопасность, дороги, здравоохранение, образование. Третье основное наше направление – это онлайн-исследование, онлайн-социология. И, собственно, вот Лариса, наш старший специалист. Лариса Чукреева – старший специалист по исследованиям Центра управления регионом по Республике Бурятия. Мы проводим опросы в социальных сетях, смотрим актуальные вопросы, которые волнуют наших жителей. И второй момент – это федеральная повестка, самые больные точки, которые есть у нас в России. Завершили мы опросы по отношению к бездомным животным, исследования по интернет-потреблению. Ответы даются всем пользователям, которые оставили свои обращения. Иногда этот ответ, конечно, может не устраивать. Если у человека запрос на строительство нового моста, конечно, он не появится на следующий день. Но, как минимум, граждан информируют о том, что это либо в плане, либо рассматривается. Еще по одним данным Центра управления регионом. Главным мессенджером в столице Бурятия стал Вайбер. Для общения им пользуется большинство улан-уденцев. При этом у многих опрошенных установлен и ватсапы. Только каждый четвертый использует Телеграм. Рейтинг социальных сетей в республике среди взрослых пользователей возглавил ВКонтакте. На второй строчке по популярности Инстаграм. Почти догоняют его одноклассники. А вот ТикТок пока отстает. У него 185 тысяч поклонников. Половина опрошенных в интернете проводят менее 4 часов в день. Каждый третий – от 4 до 8 часов. Некоторые признались, интернету посвящают больше трети суток. Интересный факт. 5% опрошенных утверждают, что пользуются интернетом лишь несколько раз в неделю. Сколько времени на соцсети тратит улан-уденцы и каким приложением пользуются чаще? Опрос провели на улицах города. На Инстаграм, ВК переписываться, удобно всякие фоточки смотреть. Я мало провожу. Я мало тоже. Может быть час в день. Три. Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм. Ну, в общем, все ими. В основном это уже просто такой просмотр ленты. Думаю, 5-6 часов в день точно. А с чем связано это? Это связано с работой. Инстаграм, Фейсбук. Мало. 64-5. ВКонтакте, Инстаграм. Общаюсь с друзьями. Часов 5 где-то. Куда пользуюсь? ВК, Одноклассники. Иногда захожу. Ну, каждый день захожу. Ватсап пользуюсь, получается. Вайбер тоже есть, да. Только редко пользуюсь, конечно. Ну, просто неинтересно. Скучно. Зачем захотите, если ватсап, получается? Это одно и то же практически. Аномальный декабрь ожидается в Бурятии. По сравнению с прошлым годом, начало зимы выдалось более теплым. Хотя обычно в это время уже приходили морозы. Последний раз такие высокие температуры в конце года фиксировали почти 40 лет назад. С чем это связано, расскажет Елизавета Рябова. Снежное одеяло укрыло столицу Бурятии накануне. За сутки выпала 1,4 ежемесячная норма осадков. Утром высота снежного полотна достигла 12 сантиметров. И всему виной атлантический циклон. Он добрался до Бурятии от Италии. Сейчас серия атлантических циклонов обусловила в последние дни аномально теплую погоду. Среднесуточная температура, в частности в Улан-Удэ, выше климатической нормы на 7-10 градусов. Теплая погода прошлась по всей республике. И даже по северным районам, где чаще всего с ноября уже морозы. Кое-где в Бурятии дневная температура поднялась до плюс 6 градусов. Сегодня ночью проходил активный атмосферный фронт, в результате чего в атмосфере произошло перемешивание. Теплый воздух толкнулся с холодным. И в некоторых районах температура повышалась до положительного значения. Долгосрочный прогноз у нас составляет Иркутский гидрометцентр. И по его прогнозам декабрь достаточно теплый и снежный будет. На снегопады в Улан-Удэ влияет и Священное озеро. Пока Байкал не встанет, осадки продолжат наступление. Поэтому синоптики предупреждают расслабляться рано. Показатели могут превысить средние декабрьские нормы. В столице теплая погода продержится до субботы. И с 11 декабря ожидаются морозы. Мы продолжаем новостной выпуск. И вот, что вас ждет дальше. На улицу уже мороз, вот только ледяную горку заливать не станут. Почему главную зимнюю забаву запретили в России, выяснял Александр Бутханов. Все в очередь, с какими проблемами сталкиваются граждане. Чтобы получить медицинскую помощь, выяснял дежурный по городу. Что ты знаешь о ВИЧ? В день борьбы со СПИДом к акции присоединилась Ольга Арсенукаева. Тарифы на коммунальные услуги в Бурятии вновь вырастут со следующего года. Распоряжение об этом уже подписали в правительстве республики. Общая сумма чека для жителей Улан-Удэ и большинства районов в среднем вырастет на 4%. А вот в 11 муниципалитетах оплата за коммунальные услуги увеличится почти на 7%. Среди них и Волгинский, Заиграевский и Прибайкальский районы. Изменение тарифа зависит от наличия канализации, набора услуг ЖКХ и самих условий проживания. В частном или многоквартирном доме. Повышение вступит в силу с 1 июля следующего года. Отметим по закону. Индексация в этот день проходит по всей стране. Еще одно нововведение. Ледяные горки приравняли к аттракционам. В России вступил в силу новый технический регламент. Какие теперь требования будут предъявлять к зимней забаве и что грозит за невыполнение? Разбирался Александр Батуханов. Совсем скоро здесь начнется строительство самой главной ледовой горки Улан-Удэ. Однако есть большая вероятность, что она станет единственной. Технический регламент поставил горки и аттракционы в один ряд. Теперь они должны соответствовать ГОСТ. Под описание стандарта в документе отвели более 20 страниц. Процитируем лишь некоторые условия для дворовых горок. Качество воды должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству питьевой воды. Обслуживающий персонал должен пройти обучение быть аттестованным. Аттестация обслуживающего персонала должна проходить не реже одного раза в год. Защитные устройства должны обязательно устанавливаться перед камнями, деревьями, столбами и другими препятствиями. Визуальная информация для посетителей должна быть установлена перед входом на горку. Этот процесс очень трудоемкий и тяжелый. Мы посмотрели перечень документов, он очень большой. И в то же время мы понимаем, что горки необходимы детям. Я вот, допустим, не представляю, куда я выведу, там, если у тебя появилось 2-3 часа свободного времени, куда ты выведешь ребенка. Также и остальные жители. Мы всегда катались на горках. Люди возмущены, просто не понимают, что изменилось, почему 2-3 года назад детям можно было кататься, а сейчас нельзя кататься. Высота этого сугроба около 40 сантиметров. Если я полью его водой, то теоретически он станет аттракционом. Но чтобы дети могли кататься здесь, мне необходимо получить разрешение, сертификацию, а также нанять специального человека, который будет следить за безопасностью. Помимо этого, организовать подъезд экстренных служб и обозначить место выката. С языка чиновников это место, где останавливаются санки. Кто будет проверять горки на соответствие ГОСТу, что будет с теми, которые уже успели построить во дворах и какие штрафы грозят за нарушения. Все это Гостехнадзор обещает разъяснить на следующей неделе. Возможно, альтернативой для горожан станут катки. Их по всему городу будет 26. Еще 124 спортивных площадки готовят к зимнему сезону. Но на ледянках на них не выйдешь. Получается, новый документ ради безопасности детей буквально запретил привычные горки. Главное, чтобы такая забота не вышла боком. Детвора все равно найдет, где прокатиться с ветерком. В прошлом году 13-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Она каталась на проезжей части. Еще один случай в Ахместрово едва не окончился трагедией, если бы не реакция водителя. Александр Батуханов, Батар Халматов, телекомпания «Оригус». Сезон заболеваний или нехватка кадров. Очереди в поликлиниках – головная проблема не только жителей города, но и медицинских работников. Предварительная запись к врачу, увы, ее решить не может. А в некоторых поликлиниках, в кабинетах принимают сразу несколько участков. Занял очередь и дежурный по городу. Жительница микрооргана Сотникова пожаловалась, что просидела в очереди в амбулатории более 4 часов со своим ребенком. После чего врач-педиатр их даже не принял. Дежурный по городу выехал на место, чтобы разобраться с этим вопросом. На этом видео Анастасия Перебоева и ее ребенка отказываются принимать врач. Мать хотела взять справку для детского сада, что ее сын здоров-педиатр объяснила, принимает только больных детей. И после этого записаться на портале госуслуги. Я говорю, где записываться, когда у нас началась запись, производиться здесь. Она говорит, в госуслугах. Я говорю, ладно. Я говорю, так вы нас посмотрите, возможно мы и не выздоровели, да? Она такая, нет, все, я не буду вас смотреть. И говорит, все, у меня обед и ушла. Женщина вошла пол первого и потребовала справку. Я сказала, что прием осуществляется согласно предварительному расписанию. У меня официально обед с 12 до часу. В свой день было очень много вызовов. Было у меня 20 вызовов. Детей очень много. Детей до года у меня на участке, допустим, около 80. Нам нужен еще один участок. Здесь нужен еще один врач, чтобы 4 участка у нас было. На один участок, по словам медиков, почти тысяча детей. Врачи признаются, таким количеством справляются с трудом. Очень многие жители Сотникова прикреплены к городской поликлинике. Не хотят ездить по прикреплению, но мы никому не отказываем. Мы всех принимаем. Сейчас вот годовой отчет сделаем полувозрастной. Учтем количество. И будем решать насчет четвертого. Врача-педиатра. Жители железнодорожного района сталкиваются с такой же проблемой, как и в Сотниково. Большие очереди. Только в городской поликлинике рук должно хватать, в отличие от амбулатория. Вот такие вот очереди. Ну вот я второй раз за неделю обращаюсь. К нам даже домой не приехали, ваше пришлось с больным ребенком сюда идти, потому что врачей нет. Принимают по 2-3 участка в один кабинет. Я уже здесь сижу 2 часа. Пытаемся выписаться в школу со здоровым ребенком. Я сижу 2 часа, чтобы получить справку. Мы пришли без 10-11. И видите, уже сколько времени. Врачей здесь не хватает. Да. И поэтому очереди небольшие. Почему жители просиживают в очередях за медицинской помощью, в учреждения нам так и не пояснили. Ответ, скорее всего, будет такой же, как и у врачей в Сотниково. Жалобу мы обязательно направим в Министерство здравоохранения Республики Бурятия. А ответы вы можете увидеть в эту пятницу в итоговой программе дежурной по городу на неделе. Если ваши проблемы остаются безответными, обращайтесь по номеру 220-37. Будем стараться решить их вместе. Сегодня по городу дежурили Чингис Чехунаев, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». Готовность к зиме стопроцентная, но с оговорками. В Россетях рассказали о состоянии сетевого хозяйства Республики. Почему сегодня энергетики не дают гарантии бесперебойности? И сколько стоит содержать сети в работоспособном состоянии? Артемий Ушаков, далее. Надежность электроснабжения региона на пределе из-за износа оборудования. Поэтому сетевому хозяйству нужна серьезная модернизация и одним тарифом здесь не обойтись. По подсчетам энергетиков, чтобы обновить сети за 5 лет, нужно вложить порядка 16 миллиардов рублей. А такую сумму можно найти только в федеральном бюджете. Необходимо заниматься и федеральным финансированием. То есть поддержка, включение в федеральные программы. И это надо делать, потому что износ у нас, как видите, растет. Аварийность по причине износа ежегодно подрастает на 5%. По причине износа. За 2021 год 126 миллионов выложено в надежность электросетевого комплекса. А по-хорошему нужно 756 миллионов рублей. Оттого и рвется там, где тонко. Проблем добавляет рост задолженности перед филиалом «Бурят Энерго» некоторых сторонних электросетевых компаний. Они появляются и пропадают, оставляя за собой шлейф долгов. Вот такой БЭСК и Нейтрон, допустим, уже банкротных компаний, это 425 миллионов рублей осталось долгов перед нами. А что такое 425 миллионов рублей? В итоге обанкротившиеся компании, они по законодательству, эти средства снова будут, будем говорить, отгружаться в тарифные решения нашего региона. Так вопрос, зачем это создавать изначально? Для того, чтобы грузить потребителя, да? А компании, собравшие эти деньги, потом исчезают. Сейчас мелких сетевых компаний в Бурятии осталось 17. Некоторые также не без греха. Сети не обслуживают, но свою долю из тарифа берут. То, что остается после ликвидации таких управленцев, зачастую снова отдают на обслуживание в Россети. Как итог, рост потребностей в дополнительном финансировании. Но подключать новые объекты к старым сетям все хотят сегодня и сейчас, не дожидаясь модернизации. Поэтому, с учетом того, что нагрузка выросла, с учетом того, что протяженность линий увеличилась, на конце этих линий появилось низкое напряжение. Когда мы говорим о развитии жилищной застройки, частный сектор, мы не должны грузить существующие, мы должны строить новую. Стабильные 220 будут тогда, когда деньгами поможет власть, а требования к электросетевым компаниям ужесточат на законодательном уровне. Чтобы исключить серые схемы, программы модернизации разработаны. Осталось дождаться их реализации. Артем Инушаков, Александр Тайбинов, телекомпания «Аригус». Число зараженных ВИЧ продолжает расти. Сегодня такой статус в Бурятии имеет больше 10 тысяч человек. Активисты уверены, переломить ситуацию поможет профилактика. Во Всемирный день борьбы со СПИДом они вновь провели социальные акции. В одной из них приняла участие Ольга Арсенукаева. Свои палатки волонтёры СПИД-центра не разворачивали два года. Соблюдали антиковидные требования. Запреты сняли. Пришло время активной работы. По традиции, в одном из торговых центров города. Что такое ВИЧ? ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Да, если правильно. Можно тебе взять конфетку. А, конфетку. Я могу на все вопросы ответить. В течение недели волонтёры активно доносят до жителей информацию о ВИЧ. В первую очередь подрастающему поколению. Акции, экспресс-тесты, тренинги прошли в двух вузах города. По городу курсировал профилактический трамвай. Мы ехали от начала депо. У нас проводились конкурсы, вопросы-ответы, где были поощрительные призы. Информировали население. Чаще вопросы задают про путепередачи, по статистике были вопросы. Проходить тестирование на ВИЧ рекомендуют один раз в год. Вот с чем это связано? Потому что рискованные случаи могут быть. Если, допустим, был незащищённый половой контакт, после него необходимо сдавать анализ через три месяца. Со снятием ковидных ограничений охват тестируемых значительно вырос. С начала года обследовалось четверть населения республики. И эта работа продолжается. По сравнению с 2019 годом, конечно, заболеваемость намного ниже. Всё равно эффект профилактической работы имеется. Но по сравнению с 2020 годом, конечно, заболеваемость повыше. И это связано с тем, что те люди, которые не могли обследоваться на прошлом году, но имели показания, они прошли обследование в этом году. Я пришла за результатом. Вот присаживайтесь. У вас результат отрицательный, да? Одна полосочка у вас. Экспресс-тест, он чем-то отличается от обычного забора анализа? Ну, конечно. Всё-таки экспресс-тестирование на 99,9%, да? Не стопроцентная точность. Как часто бывает, что две полоски показывает тест? Ну, бывают такие случаи. Бывает, к счастью, наверное, не часто. Первый дом культуры в Бичурском районе распахнул свои двери. Капитального ремонта он ждал больше полувека. За это время здание несколько раз закрывали. Люди ютились в местной школе, репетировали дома. Но теперь скитания закончились. Обновленный объект изучила и свою оценку ремонту готова дать Кристина Соснина. Чтобы двери этого нового культуры были всегда открыты. Этому великану больше 50, но теперь столько и не дашь. Следы полувекового труда подлечил капитальный ремонт. Хотя бывало, из-за плохого самочувствия здание закрывали на несколько лет. Был период, когда было отрезано от отопления здания. Было недостаточно эстетично внутри здания из-за недостатка средств. Сегодня, в 2014 году подведено отопление, центральное отопление. И сегодня практически доведено до совершенства внутреннее убранство здания. Сегодня светло, тепло, ясно. Открыли культурный объект к юбилею известного в Бурятии поэта. Дандок Улзутуев родился в Шибертуе. Дом культуры теперь носит его имя. Зажглись здесь и многие другие звезды. Тут начинал танцевать Владислав Новокрещеных. На родную сцену солист театра «Байкал» вернулся с премьерой нового акробатического номера. Детям есть куда стремиться, есть чем заняться. Есть куда прийти и выпустить свою энергию. Не заниматься какими-то неприятными делами, а посвятить себя искусству. Очень приятно видеть в таком хорошем состоянии ДК. Очень приятно видеть знакомые, родные лица. Кто не выступает в концерте, все прибежали, смотрят. Только у нас там варенье такое. Все изменилось. Все вообще здорово. И тепло, и сцена красивая. Вообще сцену расширили немножко. Очень комфортно выступать. Мы первый раз сейчас после ремонта. Поэтому еще так-то волнительно. В Бичурском районе это первый объект, обновленный в рамках национального проекта «Культура». Почти 6 миллионов из республиканского и федерального бюджетов. Найти деньги не только отремонтировали. Внутри укрепили само здание и освежили внешний вид. В деревнях у нас идет отток населения, особенно молодого поколения. Центром притяжения у нас являются дома культуры, сельские клубы. Они здесь собираются, проводят досуг. Все праздничные мероприятия здесь, в том числе и свадьбы здесь, юбилеи. Все же начинается где? Начинается это, конечно, все в школе. А самая большая сцена у нас, где в Доме культуры человек, когда умеет петь, танцевать, и спортивный, к тому же, он будет по жизни ходить уверенно. После ремонта на место вернули библиотеку. Больше 10 лет она ютилась в школе. Книжный фонд давно не обновляли, поэтому решили участвовать в конкурсе по созданию модельных библиотек. Подходящее помещение теперь есть. Кристина Заснина, Борис Геленов, телекомпания «Ариус». Еще больше новостей на наших официальных страничках в соцсетях и на сайте. Пишите комментарии, делитесь информацией. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова